Расскажите о худшем случае, когда кто-то строил из себя жертву, хотя сам был во всем виноват. Мой друг, у которого был свой бизнес, попросил многих постоянных клиентов вложиться в его новый бизнес в Атланте, купив у него акции. Я тоже купил акции, хоть и знал, что бизнес окупится только через три года, но он так хорошо умел убеждать, что мог бы продать свечку папе Римскому. Два года он терпел убытки, через три года вложения окупились, как и прогнозировалось. Через четыре, после основания компании, он закрыл магазин в Атланте и открыл новый, в другом городе, но на этот раз вложил только свои деньги. Пиздеж, он сделал это на инвентарь и выручку магазина в Атланте. Даже купил себе новый дом, машины, оборудование для своего нового дела. Он был шокирован до глубины души, чувствовал себя обиженным и разочарованным, когда все вкладчики подали на него в суд. Мой кот играет с дверью кладовки и иногда случайно запирается в ней. Затем сердится и кричит, чтобы я выпустил его, делая вид, что это я закрыл его там. Когда я работала учительницей, я была очень привязана к одному ученику, у которого были проблемы с поведением. Я поддерживала его как могла. Однажды у нас была контрольная работа и он разговаривал. Я несколько раз напоминала ему, что нельзя разговаривать во время контрольной работы и что мне придется выгнать его в коридор, если он продолжит. Он продолжил говорить и я велела ему выйти в коридор. Покидая класс, он обозвал меня аутисткой, его любимое оскорбление, и мне пришлось написать на него докладную. Я позвонила его родителям, но они не ответили, и я отправила им письмо по электронной почте, объяснив, что произошло и упомянув о докладной. Я написала, что надеюсь, что вместе мы сможем научить его лучше держать себя в руках. Его мама ответила, что мое поведение неприемлемо, что ей надоело общаться со мной и мне следует ждать звонка ее адвоката. Она дошла до окружного управления образованием, придумав кучу всякой лжи обо мне и выставив меня ужасным человеком. Я больше не работаю учителем. Во многих полицейских участках теперь носят нательные камеры в целях безопасности. Кажется, скоро и учителей будут обязывать делать это в качестве меры защиты от ложных обвинений. Объективная запись того, что произошло или не произошло, вот что поможет в таких ситуациях. Я была на переполненной стоянке, ездила кругами в поисках свободного места. Передо мной ехала одна машина. Эта машина остановилась и я тоже вынуждена была остановиться. Не знаю, почему она остановилась, вокруг не было свободных мест. Никто в это время не выезжал, но это не так важно. Затем, прежде чем я успела среагировать, ее фары заднего хода загорелись и она влетела в меня. У меня даже не было времени посигналить ей. Водитель врезалась в переднюю часть моей машины, вышла из нее и начала кричать, что я ударила ее машину. Когда прибыли полицейские, она плакала, тряслась и жаловалась, что у нее болит шея. Она материла меня за то, что я якобы врезалась в ее машину сзади. К счастью, два человека шли через парковку, когда это произошло. Они рассказали полицейским о том, что произошло на самом деле. Позже девушка, которая врезалась в мою машину на своей, сказала своей страховой компании, что свидетели были моими знакомыми, поэтому они соврали. Между прочим, я на самом деле не была знакома со свидетелями. В общем, если бы свидетели не захотели остаться и дать показания, я была бы в жопе. Один парень расстроился из-за того, что мы обсуждали его за его спиной. Он подошел к двери нашей квартиры и стоял там, подслушивая наш разговор. Естественно, мы обсуждали его. Он был должен нам обоим более 600 долларов и отказывался возвращать долг. И вдруг мы оказались плохими людьми, потому что обсуждали это в своей квартире, не зная, что он подслушивает наш разговор за дверью. Я сбросила много лишних килограммов, 65. Моя подруга с лишним весом не сделала этого. Мне пофигу, она моя подруга, я люблю ее. Я примеряла джинсы 46 размера, но они оказались слишком велики, и я попросила размер поменьше. Не успела я примерить их, как подруга выбежала из магазина, а когда я догнала ее, она накричала на меня из-за того, что я якобы хвастаюсь перед ней тем, что похудела. Я ношу этот размер уже 4 года. Сумасшедшая девушка, с которой я встречался в колледже, изменила мне. А когда я узнал о произошедшем, обвинила меня в том, что я сам испортил наши отношения, потому что помешан на правде. Бывшая моей лучшей подруги. В общем, родители ее бывшей выгнали ее из дома, когда она призналась им, что она лесбиянка. Она переехала к моей подруге, потому что они тогда встречались. Она сразу сказала моей подруге, что у нее сильная депрессия, поэтому она не сможет найти работу. Подруга не возражала, хотя это означало, что ей придется больше работать. Так и получилось. Она даже нашла вторую подработку. В следующие полгода, каждый раз, как она спрашивала у своей девушки, не нашла ли она работу, та всегда прикрывалась своей депрессией. В конце концов, моя подруга узнала, что ее девушка изменяет ей. Она еще и пыталась оправдать свою измену тем, что ты постоянно на работе, у тебя не остается времени на меня. Мне нужен кто-то, кто всегда будет со мной. Подруга вышвырнула ее из своего дома, и ей пришлось вернуться к родителям. Самое интересное в том, что оказалось, что родители не выгоняли ее. Ей просто надоело, что они постоянно твердили, что ей нужно найти работу. Сотрудника нашей кофейни уволили из-за многочисленных нарушений. Менеджеры поймали его на том, что он обзывал посетителей тупыми задницами и уюбили себе под нос. Несколько человек написали на него жалобу. Он постоянно опаздывал или уходил рано, умоляя коллег прикрыть его. В те часы, когда посетителей было мало, он должен был пополнять запасы или убирать рабочее место. Но вместо этого он вытаскивал свои барабанные палочки и репетировал, действуя на нервы своим коллегам и посетителям. Во время инвентаризации мы выявили пропажу целых поддонов с сэндвичами и выпечкой, а также бутылок с напитками и т.п. Два с половиной килограмма обжаренных кофейных зерен для эспрессо загадочным образом закончились очень быстро. Цифры явно не складывались. Впоследствии он был уволен из-за употребления нецензурной лексики в присутствии посетителя, когда менеджер сети находился в нашем кафе. Парень не знал об этом. Во всех своих грехах он обвинил других. Заявил, что опаздывал на работу из-за того, что опоздал на автобус или сосед по квартире забыл разбудить его. Уходил рано, якобы из-за того, что его позвали выступить на концерте. Или он ушел на концерт, на котором мечтал побывать. Пропажу еды оправдывал тем, что у меня нет денег на еду, а пока я на работе, компания должна обеспечивать меня питанием. Насчет брани в адрес посетителей он сказал, что его не так поняли. Менеджер сказал ему, ты обозвал посетителя тупым у**ом, что тут можно было не так понять. На что он ответил, я не виноват, что они такие обидчивые. Во всех своих грехах чувак обвинил других. Вину за все свои недостатки и проблемы в жизни свалил на всех прочих. Мы с коллегами перестали звать его с собой, когда собирались после работы, потому что в барах он говорил барменам, что за его напитки платит один из его коллег. А когда приходило время расплачиваться, он быстро смывался. Когда другие уходили на танцпол или сбивались в кучу для разговоров, он обходил столы и выпивал чужие напитки. В целом был дерьмовым человеком. Выяснилось, что после того, как его уволили из нашей кофейни, он устроился в Старбакс в торговом центре. Почему-то они не стали спрашивать о нем у нас, хотя он указал наше заведение среди предыдущих мест работы. Там его также поймали на краже еды и денег. Моя бывшая жена любит так делать. Она завела роман на стороне, оставила меня и нашего сына ради этого мужика, села за руль пьяной и машина, которая была оформлена на нее и на меня была изъята. Каждый раз, как она мне звонит, мне приходится выслышивать ее жалобы о том, как она вынуждена ходить пешком на работу, как одалживает у людей деньги на обед, потому что платит алименты на ребенка в размере 129 долларов, или что наш сын не звонит ей, а она не видела его больше года. Бл***ь, просто завали еб***ь. Женщина задним ходом въехала в мою машину, и не где-нибудь, а в автомойке. Она не смогла переключиться на нейтралку и врезалась прямо в меня. Затем начала кричать на меня, утверждая, что это моя вина, потому что я ехал недостаточно быстро. Когда мы в конце концов смогли убедить ее, что по дорожке внутри автомойки можно ехать только с постоянной ограниченной скоростью, она решила обвинить во всем сотрудника автомойки за то, что он ограничил скорость дорожки. Одна девушка обвинила учителя, который работал более 40 лет, в домогательствах прямо перед вступительными экзаменами. Это была очень хорошая частная школа, поэтому в нее принимали только по результатам экзаменов. Было проведено расследование, в ходе которого почти сразу выяснилось, что обвинения были беспочвенны. Не знаю, о чем думала эта девушка. Возможно, она хотела использовать это для давления на школу, чтобы повысить свои шансы на поступление, или еще что-то. В довершение ко всему, еще хуже были действия школы. После окончания расследования они два месяца не сообщали учителю о его результатах и не позволяли ему вернуться. Затем комитет выпускников начал компанию в его поддержку, и он вернулся к работе. Продолжал учить, пока не скончался несколько лет назад. Он был отличным парнем, вел у меня политическую теорию и был очень добр. Он и его жена воспитывали не только своих детей, но постоянно брали приемных детей. К тому же он волонтерствовал в разных организациях. Жаль, что ему пришлось пройти через все это из-за лжи девушки-подростка. Одна девушка у меня на работе вообще не проявляет усердия. Не хочет ни в чем участвовать, всегда говорит, что у нее и так слишком много работы. Я и мои коллеги всегда соглашаемся на дополнительную работу и стараемся выполнять ее максимально быстро. В нашем отделе четыре человека, и когда начальство выразило предпочтение мне и моим друзьям, а не ей, она начала говорить, что они жена-ненавистники и расисты, потому что она не на сто процентов белая. Блин, какого черта, она просто стерва, но не осознает этого. В средних классах один парнишка постоянно докапывался до меня. Дошло до того, что большая часть одноклассников начала ненавидеть его, потому что я был добр ко всем и считался одним из популярных подростков. Все прочие одноклассники выносили ему мозг из-за этого и никуда не звали с собой. В какой-то момент все сто учеников потока ополчились против него, когда он обозвал меня дауном. Его не побили и ничего такого не сделали, просто нагнали на него. Ему это не понравилось, и он решил притворяться, что это я достаю его. Он проделывал такое на каждом уроке физкультуры. Если мы играли в хоккей в одной группе, то он нарочно натыкался на мою клюшку, когда я собирался ударить по шайбе, и говорил, что я сделал это специально. Он подговорил пару друзей, которые у него еще оставались, и они подтверждали его слова. Конечно же, я старался избегать его, все знали об этом. Однажды он разбил бутылку с водой, которую я купил на свои последние копейки. Одноклассники рассказали о нем учителю физкультуры, поэтому он никогда ему не верил. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok